Недавно ко мне приехали новые ЕМ-наушники. Если вы по названию еще не поняли, то это EPSQ1 Pro. Если вы зашли на ролик, узнаем, покупать ли эти наушники или нет, то спойлер, да. Все, это и часть аудитории, до свидания. Остальным всем привет, это обычный школьник с базовыми знаниями про девайсы. То есть это Виша, подобро пожаловать на мой канал. В общем, если кратко, то за маленькую сумму денег ты получаешь супер крутое качество звука. Если EPS-шки сравнивать с другими ЕМ-наушниками, которые у меня были, А именно две пары Джун Линяо. Это Кинг Луан З4 и ЗГ1, на которые ролик будет чуть попозже. То EPS-шки я поставлю на первое место. ЗГ1 на второе, а З4 на третье. Почему? Да, потому что EPS-шки легкие и у них очень крутой звук. В З4 они намного тяжелее и звук чуть-чуть похуже. А в ЗГ1, в отличие от З4, они просто легче. И звук там, ну на пару процентов лучше. Короче, из этих всех трех вариантов самое первое место это EPS-шки. Но не стоит отрицать тот факт, что в Джун Линяо намного лучше комплект. И кстати, я думал то, что EPS-шки это одни из тех наушников, где нельзя вытащить провод. Но на самом деле тут все это сделать можно. Вы бы увидели мое разорвавшееся лицо, когда я первый раз вытащил провод. И если что, розыгрыша не будет, потому что китайцы не отправили мне вторую пару. Сори. Так, наверное, давайте пройдемся по цене. А, цену вы и так видели. Три с половиной тысячи рублей. Ну, раз цена нам уже известна, давайте, наверное, пройдемся по комплекту. Ну, наверное, неслушим догадаться то, что сначала будет коробка с пленкой. С самого начала вообще я не понял прикола, каким образом ее открывать. А и минут пять просто вертел ее в руках. Короче, она на магнитах. С самого начала нас встречает какая-то приветственная пленка. И потом сами наушники, которые выложены в сердечко. Что выглядит реально хайпово. И, наверное, вы уже увидели этот язычок. Когда за него потянешь, внизу будет коробка. Точь-в-точь, как у Киквейпа. А в этой коробке находятся все аксессы. А именно, мешочек. В котором как раз-таки находятся амбушюры. Обычные дополнительные силиконовые амбушюры. И туалетная бумажка. И еще ЕПЗ мне дали прикольные силиконовые амбушюры. Они сделаны из какого-то другого силикона, который нереально цепкий. Такие были у меня в Жумленяо З4. И в эти амбушюры я просто влюбился. И, слава богу, то, что они ко мне пришли. А, и, кстати, забыл сказать. Рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал. Ведь только там вы узнаете, какой девайс будет в следующем ролике. Я с вами там общаюсь. И недавно я купил себе кресло за 22,5 тысячи рублей. И спрашивал мнение аудитории, стоит ли делать ролик про кресло. Так что даже ты можешь повлиять на выход этого ролика. Ссылка находится в описании и QR-код на экране. Так, давайте по звуку. Звук хороший. Вот такие очаги, очаги. И тут, наверное, видно, что это золотая середина. Высокие не завышенные, низкие тоже. Середина в середине. Короче, что монтировать, что слушать музыку, одно удовольствие. И обычные ЕМ наушники я использовал для монтажа. Теперь это мои основные наушники, как раз таки для монтажа. Дальше. Внешка. По внешке они мне понравились. Чем это залито, я не понимаю. Либо пластик, либо стекло, либо хера узнает что. Но выглядит красиво, согласитесь. Но черную часть я бы на что-нибудь поменял. На какую-то более светлую. Провод медный, тоже в силиконе. И выглядит прикольно. Как будто бы какое-то золото. И сам штекер. Сам штекер тоже выглядит необычно. Он какой-то массивный. И сразу понятно, что он не сломается через пару дней. А чем мне в этих наушниках не понравилось, это фиксатор. Фиксатор круглый, металлический. Он просто гуляет по проводу. Не знаю, зачем он нужен. Не, реально, ну зачем? И еще один нюанс. Я не смог снять сопла. Возможно, они несъемные. А это как раз таки будет минус. Но я побоялся сломать наушники. На сайте об этом ничего не написано. И в обзорах об этом ничего не сказано. Видимо, они несъемные. Если возвращаться к дизайну, то вы, наверное, поняли. То, что каждые наушники индивидуальны. В том плане, что на производстве их отливают по-разному. По факту, это застывшая жидкость. А жидкость может ложиться как угодно. Ну и вот, условно, если вы купите с друзьями эти наушники, то вы их сможете отличить. Короче, удобно. А если вы хотите, чтобы новый ролик про ЕМки от Жулиняо вышел намного быстрее, то напишите комментарий. И желательно поставить лайк. Тогда я точно пойму. Короче, наушники со свою цену это реально имба. Конечно, сравнивая с какими-то нереальными мундропами. И балансным И4-4 я, конечно же, не буду. Это все, наверное, для людей, которые прям текут по звуку. И, кстати, не знаю. Именно эти наушники у меня спустя пару часов никак не выпадают. И никак не потеют. И они сидят очень крепко в ушах. Короче, за это жирный лайк. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать новых роликов. И я с вами там, кстати, общаюсь. Также не забывайте то, что вы можете повлиять на выход ролика про кресло. А саундеста не будет, потому что это наушники.